С введением санкций Запада против России экономика начала перестраиваться. Поставщики продовольствия привыкают к работе в новых условиях. Бизнес адаптируется. Как обеспечивается Абхазия продуктами питания? Есть ли проблемы с поставками в курортный сезон? Об этом будем говорить с руководителем компании «Контиопт» Игорем Варовым. Итак, давайте поговорим сначала о том, как происходит обеспечение продовольствия этим летом. Есть ли какие-то проблемы с поставками? Конечно, есть некоторые проблемы, потому что поменялись некоторые поставщики. У кого-то выросла логистика, выросла стоимость. В основном стараемся преодолевать все эти проблемы. Особенно те, ну, гораздо легче преодолевать все те проблемы, которые возникают с российскими поставщиками. Вот, принципе, по большому счету мы обеспечиваем в нужных объемах, даже с небольшим ростом по сравнению с прошлым годом. И всеми видами продовольствия, которые у нас были в пакете. Скажите, пожалуйста, а как вот эти логистические цепочки вам удалось наладить? Что изменилось в поставках? Схемы, маршруты? Откуда сейчас? Очень много, то есть очень много. Все, что касается части российского, ну, там выросла только, как говорится, логистика. По своей стоимости это связано с запчастями, на транспорт, сапад и работ. Вот, в основном, потому что это рублевая зона. Пришлось некоторые товары заменить на белорусские. Вот, они пока еще вроде идут более-менее по качеству. Ну, хотя бы немножко уступаются по стандартам. Основная, конечно, проблема возникла со всем импортом, который приходит на ближайшие, так ну, из называемого дальнего зарубежья. Самая проблема – оплата денег от прохождения. Вообще, в идее, не все банки могут оплачивать, особенно у нас в Абхазии. Ну, и сама логистика, то есть сейчас, допустим, контейнерные линии, они не поставляют Новороссийск такой. Ну, излюбленный порт был для транзита. Вот, сейчас приходится это все делать через Турцию. Здесь возникают проблемы, естественно, с логистикой не все компании поставляют. Потом в Абхазию не разрешается ввоз самих контейнеров. Ну, это зависит уже не от Абхазии, это зависит от контейнерной линии. Ни одна из них не разрешает свой контейнер ввозить на территорию Абхазии. Ну, самая большая проблема, конечно, это порты и корабли. Вот, это самая большая проблема. То, что касается именно морских перевозок. А то, что касается автомобильных перевозок или каких-либо других, там, ну, в основном, железнодорожные. В основном нам шли, конечно, из России автомобильные перевозки. А все, что шло из дальнего зарубежья, ну, оно прекратилось. То есть, тут нет логистических возможностей никаких на сегодняшний день. Вот, такие проблемы. А как заменить вот товары, которые из дальнего зарубежья вы завозили? Как занять эту нишу? Или уже заняли ли какие-то товары эту нишу? Может, вот вы про Белоруссию сказали? Или российские товары могут занять эту нишу? Ну, можно сказать так, они-то занять могут. Просто мы с вами, на самом деле, теряем, ну, как потребители, естественно, теряем в качестве самого товара. То есть, нельзя сравнить, так скажем, несравнимые вещи. Вот. Белорусские товары, они рекламируются как более натуральные, там, прочее. Но какие они, на самом деле, по факту, мы же не знаем. Ну, то есть, здесь мы только теряем в качестве. А как быстро бизнес сможет переориентироваться вот под новые реалии? Все-таки логистика, это тоже проблемы для бизнеса. Как вот на рельсы встанут? Ну, здесь, конечно, зависит от каждого бизнесмена лично, что я имею в виду, по способностям, по возможностям компании, как они быстро это преодолеют. Ну, некоторые вещи мы не сможем преодолеть даже при всем нашем старании и усилии. То есть, к примеру, допустим, те же самые контейнерные перевозки. Для этого можно ставить просто порт, каким-то образом принимать, принимать контейнеровозы. Ну, что же, насколько я понимаю, не позволяет сейчас ни технической, ни экономической возможности построить порт быстро. То есть, это будет зависеть уже от инвестиций, от правительства и так далее. Вообще решаться на этот вопрос. Порт в Абхазии, вы имеете в виду, новый порт? Да, да, порт в Абхазии, который сможет спокойно принимать контейнера и контейнеровозы. Они же, контейнеровозы же огромные. Вот, ну, я думаю, что это не ближайшая перспектива. А то, что касается остальных поставок, ну, здесь можно достаточно быстро. Тут ведь вопрос только стоит в том, что мы теряем, что мы находим. Мы находим, допустим, поставщика, у которого ниже качество, но он готов поставлять продукты. То есть, ну, тут только от этого зависит, от этого стоимость, естественно. Товары, как вы видите, она везде подросла, и снижаться она, естественно, не будет. Вот, потому что, ну, рынок не позволит ей снизиться. Так что тут я вам скажу, в принципе, каждый бизнесмен может достаточно быстро заменить ту или другую продукцию. Только чем заменить, вот это уже вопрос. А вот по поводу дефицита определенных товаров. Вот сейчас домохозяйки, да, или те, кто занимается там, там, бокалей, выпечкой и так далее, говорят, что исчез из ассортимента маргарин, там, пышка и еще какие-то там виды. Как, вот какие, какие вот сейчас не хватает, там, дефицит каких товаров есть? Полностью исчез. По той же самой пышке, просто компания, которая производит пышку, она поменяла дистрибьютора торговли. И после этого сразу же выросла цена. Желание кого-то на монополизации, так скажем, наживать больше денег, оно превзошло желание торговать. Поэтому здесь вопрос вот именно касается таких вот товаров, как пышка, да, это зависит от производителя, от того, как он имеет, какие имеет отношения с своими дистрибьюторами. То есть центральный дистрибьютор был просто поменен. Один работал хорошо и очень хорошо, так скажем, а другой стал думать больше о своей личной выгоде и прибыли, он сразу поднял цены. Поэтому возник дефицит. Домохозяйки не готовы приобретать тот же самый товар по более высоким ценам. Поэтому ему приходится находить замену. Поставщики предлагают различную замену, но, как любая торговая марка, она требует времени на раскручивание, на пробу потребителям конечным этого товара и потом, так скажем, переход на него. Не всем это нравится, все уже многие привыкли к этой же самой пышке. Есть подобные ситуации. Я не могу вам перечислить все продукты, которые на сегодняшний день. Очень много это связано с бытовой химией, допустим. Тут тоже придется многим домохозяйкам переходить на другие продукты. Понравятся они, не понравятся. Будут ли они их устраивать, это уже вопрос времени. Но для нас это всегда вопрос затрат на раскручивание той или другой торговой марки. То есть люди пока привыкают к ней. Мы несем максимальный на этот период затрат. Это и списание по срокам, которые мы не можем реализовать. Это и новая логистика. Это и неравномерное поступление. Снижение остатков, что бывает на складах критических таких, что мы не можем дарить спрос. То есть много-много, очень много проблем возникает в связи с этим. Но нам никуда не деться, от этого мы будем переходить. Сегодня уже достаточно большой сегмент новых торговых марок завезен. Какие-то успешно привыкают люди. К каким-то отказываются люди переходить на какие-то новые марки, новый продукт из-за их качества в основном, естественно. Понятно. Вы говорили о том, что в начале нашего разговора, о том, что объемы продаж даже увеличились по сравнению с прошлым годом. Вот в начале лета были опасения еще весной, что будет дефицит определенных товаров. Но вот ваши слова наоборот радуют. Как вы объясняете увеличение объемов продаж? Ну, объем продаж, первое, это считается в двух величинах, в рублях, что, естественно, из-за повышения в тену выросло. И, так скажем, в единицах, в штуках. В штуках он более-менее остается стабильным по многим позициям. За счет чего увеличение, допустим. Ну, в дешевом сегменте приехали туристы. Вот поэтому мы как бы выдержали, приехало больше. Потому что теперь в новых реалиях ехать, по сути дела, некуда. Вы же видите, какие очереди творятся на границе. Но приезжают люди с достаточно низким достатком. То есть они не готовы обильно питаться в кафе, в ресторанах, тратить деньги на какой-то отдых вне отеля. Поэтому здесь в основном более низкий сегмент низкой цены. Он продается в больших количествах. А более дорогой он стал меньше продаваться. За счет этого штуки подросли. То есть в количестве больше. А вот что вы прогнозируете этим летом? Сейчас наблюдается, что увеличение вот этого туристического потока. Будут ли какие-то перебои с поставками? Что вам известно? Сможете ли вы обеспечить регулярные поставки в Абхазию продовольствия? Ну, я вам скажу, пока мы обеспечиваем регулярные поставки. То есть у нас пока нет таких больших сбоев, потому что основная часть товара идет из России. В России наблюдается некоторый дефицит. Ну, к примеру, по пивной продукции возникает дефицит и сода, и хмеля. То есть раньше он возникался из-за границы. Теперь он пытается его производить здесь. У нас в России цена растет. Вот, вы знаете, даже самая такая вроде простая вещь, как углекислота, ну, теперь она стала в дефиците. Мало того, что она в дефиците, у нее цена выросла в несколько раз. То есть не то, что там на 15-20-30 процентов, просто несколько раз. Раньше я стоил 17 рублей, теперь Россия готова, ну, так скажем, готова отпускать его там по 100-110 рублей. Представляете, это почти там 10 раз, ну, не 10, там, 8-7 раз увеличилась стоимость. Так мало того, они еще и отказывают, потому что дефицит на России стала ли взять эту углекислоту. Вот обычный маленький такой пример. Вот если возьмем Кока-Колу, то ее оказалось легче заменить. Кока-Колу не стала производить в России, ну, ее стали возить из Турции. Это вот вопросы контейнерных перевозок. То есть здесь, если бы мы могли увеличить контейнерные перевозки, каким-то образом, объем, то с товарами из Турции, там, из других стран через Турцию было бы полегче. То есть сейчас... Один товар заместительный, а другой товар заместительный в том бумажке. То есть вся загвоздка, вот, получается, в увеличении мощности порта, портов абхазских, если бы была возможность увеличить. Да, да-да-да-да-да. Это то, что касается тех товаров, которые можно доставлять контейнерами морем. Тот товар, который просто в дефиците. Тот же, к примеру, газ. То, вы сами понимаете, мы его ничем не возместим, потому что нам поставляют в Турции, а свой завод давным-давно не работает, все занимались только по перепродаже. А это необходимо для производства пива, шампанского, винь, там, прочего всего остального. То есть это такой существенный продукт в обеспечении товарами нашей страны. И Россия, вот, если, допустим, представим, что все-таки удастся, да, такой порт в Абхазии создать, как бы это работало бы? И можно было бы через Абхазию в Россию поставлять ту же углекислоту? Ну, как вы думаете, если пофантазировать, что в ближайшем будущем? Ну, тут фантазировать ошибка-то не надо. Нужно просто сделать небольшие инвестиции на сегодняшний день для того, чтобы, ну, сделать более-менее приличным, как говорится, порт. Обеспечить его быструю разгрузку, приемку контейнеров, быструю отправку их обратно. То есть это корабли, краны, сам порт, стенки куда-нибудь шартоваться. То есть можно было бы огромное количество товаров в России перевозить через Абхазию. Но логистика вещь такая серьезная. Напомню, что это был руководитель компании «Контиопт» Игорь Варов. Он рассказал, как обеспечивается Абхазия продуктами питания, есть ли проблемы с поставками в курортный сезон. Игорь Варов также поделился мнением о том, стоит ли ожидать притока инвестиций из России в республику в связи с новой экономической реальностью. Вы как человек, который вложил свои инвестиции здесь, в Абхазию, развивает свой бизнес. Как вы считаете, что не так, что ли, с налоговым законодательством, или чего не хватает, где нужны изменения, на ваш взгляд? Или же наоборот, наша налоговая политика, она такая оптимальная для привлечения инвестиций? Ну, смотрите, давайте попробуем сделать так. То есть за счет налоговых поступлений, ну и прочих каких-то там сторонних инвестиций, там между государством и так далее, существует государство. За счет доходная часть его формируется. Для того, чтобы ее формировать, необходимо увеличить участников, так скажем, бизнеса, чтобы все облагались налогом. А налог можно ведь снижать, и несмотря на то, что сам по себе налог, его объем будет уменьшен, доходная часть увеличится. То есть тут вопрос стоит только налогообложения каждого участника бизнеса, каждого. То есть любой кафешки, любого магазинчика в полном объеме. Для этого нужно, ну, на мой взгляд, экономическая такая маленькая составляющая, нужно снизить сам налог, для того, чтобы люди с удовольствием его платили. Тогда будут платить просто все. Тогда с каждого рубля можно получать копейку. Сегодня я, мне сложно сказать, конечно, точно эти цифры, но я думаю, что облагаются на плате налоги, но не более 30% участников бизнеса. Это то, что касается именно налогообложения. Второе, необходимо, естественно, защитить инвестиции. Все вы прекрасно помните несколько ситуаций в стране, когда инвестиции не защищались. То есть здесь закон стоит не на стороне инвестора. Это всегда снижает инвестиционную привлекательность обязательно. То есть здесь, в принципе, по большому счету, на мой взгляд, здесь не так многое нужно сделать для того, чтобы инвестиции просто потекли. Конечно, нам не добиться всеобщего мирового признания, и мы не сможем даже тот же наш порт сделать так, чтобы туда заходили контейнеровозы, но теми такими маленькими чартерными пароходиками мы можем перевозить достаточно большой объем. То есть здесь все зависит от целенаправленности. Если вы хотите пополнить бюджет, то вы делаете интересные условия для того, чтобы бизнес как бы работал. Если вы хотите постоянно как бы отобирать бизнес или нагружать бизнес, тот, с которого можно на сегодняшний день взять налоги, то тогда это приведет, конечно, к обратной реакции совершенно. То есть нельзя все время курицу, которую несет яйца, и все время требовать с нее, не кормя ее, требовать с нее, чтобы она все больше и больше несла. То есть бизнес, который сегодня платит налоги, достаточно, я думаю, очень маленькая часть, он не готов платить еще больше налогов. Он до какой-то степени будет платить, а потом просто либо уйдет в тень, если сможет, либо просто начнет, как говорится, закрываться и снижать свои, так скажем, обороты. Но это естественно как бы. А если делать условия такие, чтобы бизнес развивался и платили все, все платили, да, то вы сами понимаете, что доходная часть бюджета увеличится, ну, нельзя там сказать там, но в разы-то она точно увеличится. И государству будет легче жить. Хорошо. А вот если говорить о российских инвестициях, о российском бизнесе, какие ниши здесь в Абхазии мог бы занять вот российский бизнес? Куда вложиться могли бы? Какие вы видите перспективные направления? Да любые, я вам честно скажу, то есть любые. Есть территория, то есть инвестиции, оговариваются территорией и его законодательством, и защитой инвестиций. Больше, по большому счету, ничего не нужно. То есть здесь зависит больше от самой Абхазии, насколько она готова предложить для инвестиций из России, так скажем, места, отрасли, куда они могли бы вкладываться. Они должны быть интересны с окупаемостью, там, ну, пять лет, не двадцать пять, а пять. То есть это достаточно такое интересное было бы предложение. Но в основном-то состоит все из защиты этих инвестиций. То есть люди готовы вкладывать, они, правда, не видят, так скажем, законных, так скажем, решений для простого вложения. Ну, и не видят, самое главное, своих защитников. К примеру, прекрасно знаете вопрос, там, континента, там, завода этого трубного и так далее. То есть от таких еще более мелких событий происходило гораздо больше. Здесь не так много нужно и сделать, на самом-то деле. Защитить инвестиции и предложить вкладывать, вкладывать, вкладывать. Притом, я вам скажу, что денег в Абхазии столько, что сама Абхазия, сами бизнесмены Абхазии при нормальных условиях могли бы реинвестировать все это в саму же Абхазию. То есть здесь же вопрос тоже, опять же, стоит о реинвестициях. То есть насколько их облагать налогами. То есть, ну, если я вкладываю в развитие своего производства, своего бизнеса, то почему я должен сначала платить налог с прибыли, а потом то, что останется, я вложу в инвестиции, еще мне там обложат инвест, там еще чем-то. Гораздо проще сделать так, ребята, все, что вы вкладываете в развитие, пожалуйста, мы с вас этого налога, с этих сумм налога брать не будем, но вы же увеличите налогооблагаемую базу за счет своего развития, своего расширения. И если будут удобные, так скажем, налоги, которые приветствуются бизнесом, то будет больше и больше. И не нужно будет даже каких-то там других инвестиций в России. Я думаю, что денег очень много и достаточно для того, чтобы реинвестировать в саму Абхазию, а не вывозить их там в ту же самую Москву, в Питер. Если посмотрите, то достаточно много абхазских бизнесменов, которые вкладывают деньги в Москву, в Питер, там куда-то в России, даже за границей. Многие живут, ну, достаточно много живут и за границей, и в России. То есть тут вопрос стоит правильной постановки налогообложения и все. Но для вот бизнеса, который вкладывает в туристическую отрасль, там есть преференции, которые позволяют на срок, небольшой срок, пока окупится этот проект, избавить, да, от части налогов. Этого недостаточно, на ваш взгляд, или нужны дополнительные какие-то стимулы? Да нет, этого в принципе достаточно. Он освобождается от уплаты части налогов. Но этот вопрос состоит не в том, вопрос состоит в том, чтобы с каждого рубля платился налог. Понимаете, в чем? То есть все участники рынка, чтобы платили как следует, да, весь объем? Да, с каждого рубля, понимаете? Да, с каждого рубля должен платиться налог. Должна быть понятная игра. А то вот у меня есть, допустим, отель, да, я плачу с него налоги. А у соседа есть отель, он не платит налоги совсем. Ну, благодаря каким-то своим связям там или еще чему-то. Ну, не будем говорить эти вещи, потому что не все всегда органы любят, когда это говорят в слух. Вот, поэтому здесь должна быть игра такая, ну, достаточно простая. Должна быть для всех понятна. Заставить какими-то регулирующими документами, законными еще чего, платить человека больше, чем он может, невозможно. Понимаете, он просто перестает вообще сходить. А вопрос создать экономическую модель такую, чтобы было интересно человеку, и реинвестировать, и платить налоги гораздо проще. Просто многие, ну, так скажем, чиновники, они многие боятся понижать налоги, создавать нормальные условия игры, потому что они боятся того, что завтра эти налоги не придут в таком количестве. Понимаете, в логике обычного человека, а в том, что ты сегодня снижаешь, к примеру, ставку там с 10 до 5% налога, ну, какого-то, да, у тебя по логике получается снизится оборот, снизится поступление в бюджет. Но если каждый человек начнет платить эти же 5%, да, тогда он на самом деле убедится. То есть здесь механизм-то не просто понижение налога, а создание условий игры таких, чтобы каждый платил. Вот это главное на сегодняшний день, что происходит. Но я говорю честно, вот я прекрасно знаю некоторые случаи, когда просто люди не платят налоги. Ну, или говорят так, я еще года 3-4 платить не буду, а потом подумаю. Ну, для меня это вообще непонятно. Может ли сейчас российский бизнес больше смотреть в сторону Абхазии, не боясь санкций со стороны Запада? Вот, знаете, вам скажу так, вот если без участия Абхазии ничего не изменится. Здесь же зависит все от принимающей стороны. То есть вы вкладываете, какая вам разница, под санкции или не под санкции, вы вкладываете, как говорится, рубль, который вы можете потерять. Или вы просто не вложите. То есть вопрос потери инвестиций, вот чем самое главное. Ну, естественно, выгодности их. Я не вижу здесь такой большой взаимосвязи без участия Абхазской стороны. То есть должна сторона, принимающая инвестиции, создать такие вот. Ну, понимаете, есть же в мире очень много моделей экономического развития государства, то есть самые арабские эмираты, да их миллион просто таких территорий, где благоприятная ситуация для инвестиций в ту же другую территорию. То есть все зависит только от принимающей стороны. Если в Абхазии создадут такие условия, что людям будет без разницы, под санкции или не под санкции, это будет выгодно, и они будут защищены инвестицией, они придут. А если это им будет невыгодно, это связано будет с потерей возможных инвестиций, то зачем туда человек выйти? Просто я логики бы здесь не понял, зачем без защищенности идти куда-то вкладывать деньги для того, чтобы потом потерять. Ну, и слава, это никак. Напомню, что это был руководитель компании «Контиопт» Игорь Варов. Он поделился мнением о том, стоит ли ожидать притока инвестиций из России в республику в связи с новой экономической реальностью. Такие были обстоятельства.